Первый апелляционный суд общей юрисдикции переехал в новый дом, четырехэтажное здание в районе Очаково-Матвеевска. Открыли сегодня Сергей Собянин и председатель Верховного Суда Ирина Подносова. По современным и технологичным залам уже успела пройтись Алена Суббота. Сразу после тщательного досмотра тех, кто заходит в просторный холл, встречает богиня правосудия. Двухметровая статуя Фемиды напоминает, все решения здесь будут принимать справедливо и беспристрастно. По строгим правилам судебной системы проектировали и само новое здание, где теперь будет работать первый апелляционный суд. Здание спроектировано по специальному техническому заданию судебной системы. И отличительной особенностью является, что здесь три независимых главных входа. Для судебной системы, для людей и для конвойной службы. В главном входе находимся, куда приходят люди, которые участвуют в процессах. Последовательное количество помещений, оснащенных самыми лучшими технологиями из IT-разработок, которые обеспечивают одновременную работу по всей России. Судебной системы нет необходимости привозить сюда. Это может работать одновременно с разных точек, что создает колоссальное удобство судьям, людям не надо приезжать специально. И все это защищено современным шифрованием. Первый апелляционный суд – один из крупнейших в стране. Его задача – проверка жалоб и судебных решений из 25 регионов России. Больше половины дел поступают сюда из Московского городского суда. И теперь для эффективной работы в распоряжении сотрудников 10,5 тысяч квадратных метров. В здании 14 залов судебных заседаний от 60 до 200 квадратных метров и конференц-зал. Здесь есть собственный конвойный блок, 10 камер для подсудимых, комнаты для общения с адвокатами, а также помещения для служебных собак. В четырех залах заседаний находятся светопрозрачные изолирующие кабины. Самая большая расположена на первом этаже. Она предназначена для рассмотрения уголовных дел с большим количеством подозреваемых. Кабины выполнены из пули непробиваемого стекла, а также оснащены системой связи адвокат-подсудимый. В момент их разговора микрофоны и звукоусиления в зале выключают, что гарантирует полную конфиденциальность беседы. Первый апелляционный суд переехал с Верейской улицы на проспект генерала Дорохова. Отсюда всего в нескольких остановках общественного транспорта станции Озерная Солнцевская и Аминевская большой кольцевой линии метро. Рядом со зданием суда проходит северо-западная хорда, что обеспечивает удобную транспортную доступность. В день открытия новое здание посетил мэр. Сергей Собянин отметил, Москва активно развивает инфраструктуру для того, чтобы система правосудия в городе работала на высшем уровне. Судебная система должна быть качественной и доступной для граждан в Москве. В суды обращаются ежегодно и приезжают, приходят в суды сотни тысяч москвичей. И, конечно, для того, чтобы это было комфортно, необходима новая инфраструктура. За последние годы в Москве построено больше десяти судебных зданий. И сейчас здание апелляционного суда в течение года было построено. И сегодня здесь будет новоселье. Здание построено еще и потому, что к апелляционному суду, к юрисдикции, были прибавлены новые территории. Это Донецк, Луганский область, другие новые регионы. Поэтому потребовалось увеличить количество судебных заседаний и потребовалось строительство нового здания. Я думаю, здесь будет удобно работать и судьям, и гражданам, которые обращаются сюда. Здание современное, здание очень технологичное. Оборудованы действительно все залы судебных заседаний всем самым современным оборудованием. Это видеоконференц-связь, это аудиопротоколирование. Новые возможности системе столичного правосудия дает в том числе строительство новых и реконструкция старых зданий. Так в 2011 году построили апелляционный корпус Московского городского суда. За следующие 11 лет 6 зданий для размещения 7 районных судов, в том числе Бабушкинского, Тушинского и Щербинского. В 2019 на улице Верейской разместился второй кассационный суд общей юрисдикции. А в этом году, помимо здания на проспекте генерала Дорохова, открыли дом правосудия в Новой Переделкине. На этом строительство не прекращается. В будущем в Атутинках откроют новое здание Троицкого районного суда. Алена Суббота, Алексей Дмитрий, Владимир Игнатьев, Елена Кырбова, Олег Ивлев, Андрей Коширин, Москва, 24.